Наша общественная организация Лабрис. Меня зовут Вероника Юрьева, я, собственно, и представляю общественное объединение Лабрис. Вот здесь вот на столах вы можете увидеть программки недели. У нас впереди еще три мероприятия, одно из которых лекция и два практических семинара, на которые может записаться любой желающий, кто позвонит по указанным прошуре телефона. Прежде чем презентовать мастерскую, я хотела бы сказать о том, в чем заключается смысл 17 мая. 17 мая, как я уже говорила, это международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Отмечается он потому, что в 1990 году гомосексуальность была исключена из МКВ-10. МКВ-10 – это международная классификация болезни, которую составляет Всемирная организация здравоохранения. И с этого момента, 17 мая 1990 года, мы можем утверждать, потому что мы знаем точно, что гомосексуальность – это не болезнь, а лишь вариант нормы нормального сексуального поведения человека. И вот, собственно, этому дню и посвящена вся наша неделя. В Кыргызстане этот день празднуется 2005 года. Я хотела бы зачитать вам слова, которые написала мне Анна Кирей. Анна Кирей – это первый директор УЛАПРИС, и которая, в принципе, начинала 17 мая в Кыргызстане. Первый раз в этот день мы отмечали в 2005 году в офисе Аделета с выступлениями на круглом столе. Тогда нам несколько раз сказали представители офиса омбудсмена МВД, что в Кыргызстане нет дискриминации и что всех защищает Конституция. Представитель МВД добавил, что если бы увидел в парке двух парней, которые держатся за руки, то побил бы. Вот такой был самый первый раз. Я тогда боялась, что меня увидят и узнают, была как гендерный эксперт, если дело в стороне. Второй раз мы отмечали в 2006 году, и тогда рассказали первые личные истории, и нас снимало телевидение. Тема в тот год была насилие, и мы говорили о сексуальном насилии, так как начали собирать информацию об этом. Я бы хотела сделать, чтобы вы сейчас послушали, и вот каждое «я», которое я буду произносить, вы бы постарались сказать это про себя. Каждое утверждение, которое будет мной прочитано, чтобы вы постарались сказать это про себя, для того, чтобы мы больше прочувствовали настроение этого дня. Да, это важное событие, да, это положительное событие, но мы не должны забывать о том, против чего оно. А гомофобия? Некоторые говорят, ну гомофобия, что такого? Это мое личное мнение, отношение. Но эти люди забывают о том, что гомофобия, она убивает, она калечит жизни. И давайте вот вместе скажем «это я» и прочувствуем, что значит пережить гомофобию и трансфобию. Я девочка, которую выгнали из собственного дома, потому что я призналась матери, что я лесбиянка. Я проститутка, которая работает на улице, потому что никто не хочет принять на работу транссексуальную женщину. Я сестра, которая крепко обнимает своего брата Гея этой ночью. Мы родители, которые похоронили свою дочь слишком рано. Я мужчина, который умер в одиночестве, потому что ко мне в палату не пустили человека, с которым я прожил 27 лет. Я ребенок-сирота, просыпающийся ночью от кошмаров, потому что моей единственной любящей семье могли быть двое отцов. Хорошо бы они могли усыновить меня. Я думаю, я счастливчик. После нападения я был в коме три недели, но спустя год я, вероятно, снова смогу ходить. Я не из тех, кому повезло. Я убил себя за несколько недель от окончания школы. Я просто не мог всего этого вынести. Мы пара, которой было отказано в съеме квартиры, как только оказалось, что двое мужчин хотят снять комнату с одной кроватью. Я человек, который не знает, каким туалетом воспользоваться, чтобы избежать скандала и вызова охраны. Я мать, которая не может увидеться с детьми, которых я выносила, нянчила и растила. Суд решил, что я недостойна быть матерью, раз я живу с другой женщиной. Я жертва домашнего насилия, на которую сразу стали косо смотреть и постарались побыстрее отделаться в службе поддержки, когда поняли, что мой партнер – женщина. Я жертва домашнего насилия, и мне некуда обратиться за поддержкой, потому что я мужчина. Я отец, который никогда не обнимал собственного сына, потому что всю жизнь боялся демонстрировать свои чувства другим женщинам. Я преподаю домоводство, хотя бы хотела быть тренером по спорту, пока мне не сказали, что они все лесбиянки. Я мужчина, который умер, так как врачи скорой помощи прекратили лечить меня, поняв, что я транссексуал. Я человек, который все время чувствует себя виноватым. Мне кажется, что у меня не должно быть недостатков, раз мне приходится жить в обществе, которое ненавидит меня. Я человек, который больше не входит в церковь. Не потому, что я потерял веру, но потому, что для таких, как я, двери церкви закрыты. Я человек, который вынужден скрывать то, в чем больше всего нуждается этот мир – любовь. Вот. Мне кажется, все чуть-чуть поняли, да, против чего мы боремся сегодня, в том числе, и будем бороться на протяжении недели. Потому что это очень важно, всегда держать в голове тот факт, что гомофобия – это не просто настроение или не просто явление. Это то, что убивает людей. Убивает каждый день, убивает во всех уголках мира, и, к сожалению, в Кыргызстане тоже. Хорошо. Штаб открылся в этом году, буквально меньше-меньше двух месяцев назад, в марте. И это одно из первых наших больших публичных событий. И для нас, на самом деле, большая честь сегодня совместно с несколькими ЛГБТ-организациями Кыргызстана принимать участие в неделе против гомофобии и трансфобии в Кыргызстане. Честь для нас, потому что мы не являемся собственной ЛГБТ-организацией. Штаб – это школа теории активизма Бишкек, это художественно-исследовательская активистская платформа. Но мы считаем, что гомофобия в ряду других форм ненависти и дискриминации является серьезнейшей проблемой не только для ЛГБТ-сообщества, но и для общества в целом. И для нас очень важно быть вместе с теми людьми, которые находятся на острие борьбы. Причем нам кажется, что то, что делает ЛГБТ-движение в Кыргызстане уже в течение практически 10 лет, это не просто борьба за, или не только борьба за права и достоинства ЛГБТ-людей в Кыргызстане. Это, в принципе, то, что можно назвать политикой в ее истинном смысле. Это борьба за лучшее и более справедливое общество. И мне кажется, что эту борьбу нужно всячески поддерживать и всячески оказывать ей солидарность. И так как мы, собственно, организация художественная, теоретическая, то тот вклад, который мы можем внести, он был связан с тем, что мы умеем делать. Мы умеем делать искусство. И вот в тесном сотрудничестве с общественным леденением Лабрис мы придумали такой проект, который назвали «Мастерская неотчужденного протеста». Мы решили, что в силу всяческих обстоятельств нельзя выйти на улицу, нельзя провести пикет, нельзя провести какое-то шествие, нельзя вообще достаточно публично выразить свой протест против гомофобии. То есть мы все оказываемся отчужденными от вполне естественного свойства человека, да, говорить, выражать свой протест. Право на собрание. И поэтому мы решили, что не так все просто, что мы люди со смекалкой, и решили организовать эту мастерскую неотчужденного протеста, и в рамках этой мастерской найти способы все-таки сказать и выразить свой протест. И вот, собственно, результаты двухнедельной работы мы вам представляем. Вот они вот тут в виде фотографий. Каждый вечер с 7 до 9 часов вечера люди после работы, после рабочего дня собирались здесь, чтобы потратить 2 часа на то, чтобы придумать образы и слоганы для выражения своего протеста, а потом еще 2 недели для того, чтобы их, собственно, своими руками, большую часть из них осуществить. То, что вы видите вот здесь, на этой веревочке, это, собственно, эскизы и идеи для стикеров и маек, которые вот... Сейчас мне тоже скажу два слова. В принципе, все это, как бы, что вы здесь видите, это оригинальные наши идеи, которые мы здесь придумали и разработали. И я скажу просто два слова, в чем, как бы, тот художественный смысл, который мы пытались вложить. Эстетический смысл. Дело в том, что мы решили пойти, может быть, таким, ну, с одной стороны, довольно простым путем. Мы, как вы видите, позаимствовали очень много у русского авангарда. То есть геометрические фигуры, да, абстрактное искусство, и совместили их с лозунгами, которые мы придумали. Но это совмещение с русским авангардом, оно не просто так, оно очень символично. В истории искусства исторический авангард и русский авангард в особенности, это не просто изменение искусства. Знаете, там люди раньше рисовали лес и медведи в лесу, да, а потом начали рисовать черный квадрат. Весь символизм, символизм русского авангарда заключается в разрыве с нормой, в подрыве нормы, в отказе от традиции, в отказе от стереотипа и предрассудка, который устанавливался в течение, там, столетий истории искусства до этого. То есть черный квадрат, тот же самый, это радикальный разрыв с тем, что было до этого. И нам показалось, что не гомосексуальность как таковая, а борьба за равноправие, это, опять-таки, не только борьба за достоинство, это работа по подрыву нормы, по подрыву стереотипов и предрассудков. И эта работа касается, в принципе, всех. Поэтому нам показалось, что формы и образы русского авангарда могут наилучшим образом передать всю силу нашего протеста. В каждой из этих фраз, которую мы пытались вот здесь придумать, опять-таки, мы пытались передать какой-то универсальный протестный месседж, который могут применить к себе не только ЛГБТ-люди, но и те люди, которые готовы быть солидарны. И просто все люди в целом. Мне кажется, очень важным, нам кажется, в штабе, на самом деле, очень важным понимать, что гомофобия – это не только проблема ЛГБТ. Несмотря на то, что ЛГБТ встречается с этой проблемой самым драматичным и трагичным образом. Вот только что Вероника нам зачитала примеры. Но на самом деле гомофобия – это проблема общества в целом. Потому что гомофобия – это один из наших центральных лозунгов – это гомофобия – ложное сознание. Общество, которое приполнено стереотипами, предрассудками и страхами, необоснованными ничем, более того, страхами, которые на самом деле никаким образом не соотносятся с их повседневной жизнью, это общество, которое не может двигаться вперед. Это общество, которое существует в ложном сознании. Это общество, люди которого не могут критически мыслить. Это общество, которое не может сделать тот необходимый шаг вперед. Именно поэтому 17 мая – это важнейшее политическое событие не только для ЛГБТ-сообщества. Я надеюсь, что эта наша акция небольшая, может быть, она первая в череде последующих, и, может быть, через год, или через два, или через три, в какой-то обозримой перспективе этот день станет более значимым днем для всего общества в Кыргызстане, когда он будет привлекать внимание не пары десятков человек, которые так или иначе с этим пересекаются, а большего количества людей. Когда люди поймут, что гомофобия, так же, как и расизм, так же, как и национализм, так же, как дискриминация женщин, что все эти формы архаичны и абсурдны. И что пока общество не откажется от них, никакого движения вперед ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере не будет. И такой практический момент. Я как бы, ну, сегодня, как бы, второй день недели, то есть неделя будет продолжаться еще в течение нескольких дней, но и вообще даже не в рамках недели. Мы надеемся, что многие люди, которые пришли сегодня, присоединятся к нашему неотчужденному протесту. Мы постарались это сделать посредством вот такой формы, как стикеры. Это наклейки, которых достаточно много, вы можете их брать, ну, в относительно неограниченном количестве, для того, чтобы, это называется, бомбить. То есть не стесняйтесь клеить эти наклейки где бы то ни было. Вам ничего за это не будет, если вы сделаете это относительно незаметно. В транспорте, на дверях, на электрощитках, на зданиях. То есть нам бы хотелось, чтобы все-таки это, ну, это такие красивые картинки, да, они не там, не оказались на холодильниках у людей, дальше они не пошли, да, чтобы они были заметными. Да. Да, вот, например, я просто хочу сказать, что, например, пережила, пережил-пережила трансфобию, да, это тот лозунг, который могут применить на себя те люди, которые, собственно, пережили трансфобию как форму ненависти, так и те, кто смог пережить или изжить в себе это негативное чувство, да, то есть перерасти его. Практикуй солидарность, да, то есть, мне кажется, солидарность это очень хорошее чувство, которое должно переполнять сердца наши, поэтому вот это, на самом деле, один из моих любимых. Гомофобию в музее мы решили так поиронизировать над своим собственным фетишем, да, над авангардом. Мне кажется, что гомофобия, это, ну да, единственное место, которое можно отвести к гомофобии, это музей, чтобы люди приходили туда и смотрели то, какими они были архаичными, вспоминали и радовались, что они больше таковыми не являются, что больше гомофобия не для них. Вот замечательный лозунг. Гетеросексуал, но не против. Гомофобия, ложное сознание, как я сказал, это один из ключевых, и, собственно, так называется наш мультфильм, который мы вам сейчас вскоре покажем. Клина Марта Бей Гомофобия, вот нам уже сказали, что мы как бы буквально процитировали известную работу Эли Лисицкого, в оригинале это Клином Красным Бей Белых. Нам кажется, что тоже очень хорошо передает то, что мы здесь делали. Вот, а еще у нас есть майки, которые мы сделали двумя способами. Там вы можете посмотреть хендмейт, мы специально их выделили. То есть в течение этих двух недель мы здесь в технике батика работали. Кстати, у нас объявились колоссальнейшие таланты в смысле батика. Это Лиля, Катя, Нина. Я, если честно, не смогу назвать всех участников. Кто еще кого не назову, поднимите руки. Я бы хотел также поблагодарить, конечно, нашего куратора. Он еще будет говорить. Куратора о мастерской Джошуфа Мурзахметова. Таню Михневич, которая, собственно, уже довела до окончательного вида вот то, что мы напечатали, что была просто незаменимая поддержка и солидарность. Замечательная. Самат Мамедшаев. Ну, Вероника. Оксана. Синат с нами была. Осель. Привет. Привет. Кто еще был? Поднимите руки. Представьте, Саня. Ну, еще, еще. Сармина. Саник. Алмаз. Алмаз. То есть... Не, ну, я говорил. То есть, на самом деле, было довольно много... Было довольно много людей. Да, вот. Майки. Эти майки, как вы видите, некоторые уже их надели. То есть, это тоже форма протеста. Можно ходить в этих майках и тем самым заявлять, вот, как вы относитесь к гомофобии, что вы по этому поводу думаете. А также, в принципе, мы разместим все эти образы в сети. Они будут доступны для скачивания. Мы надеемся, что они даже выйдут за пределы Кыргызстана, распространятся по всему русскоязычному миру. Потому что понятно, что проблема гомофобия – это не проблема Кыргызстана, а проблема всего мира. Продолжение следует...